Я продолжаю говорить про хостинг ePlanet, и в этом видео я покажу, как разместить на данный хостинг движок KMS Joomla. Меня зовут Федор Васильев, ссылка на данный хостинг вы найдете в описании под этим видео, и давайте начнем. Находясь в панели хостинга, на вкладке «Виртуальный хостинг» я нажимаю на кнопку «Перейти». Попадаю в специальную панель. Как мы можем загрузить движок Joomla на хостинг? Есть два способа. Один простой, идет загрузка движка непосредственно сразу с хостинга, или мы скачиваем с официального сайта последнюю версию движка Joomla. Первый способ. Переходим вот здесь слева в www, каталог вебскриптов, и здесь вы можете автоматически установить один из популярных движков. Среди них красуется Joomla, но мы можем наблюдать, что версия здесь не последняя. Напротив каждого движка здесь есть кнопка «Установить». Давайте установим правильным способом движок Joomla на наш хостинг, но для начала нам нужно его скачать. Переходим на официальный сайт joomla.org, и на этой странице вы видите большую зеленую кнопку с последней версией движка 391 на момент записи видео. Все. Скачиваем его к себе на компьютер. После того, как вы скачали движок, переходим на страницы хостинга. Вот здесь вот «Менеджер файлов». Заходим в папку www. Ранее, в прошлом уроке, я создал технический домен test73. Вы должны были создать свой. Заходим в эту папку нашего технического домена. Здесь есть папка и файл, которые отображают нам вот эту вот страницу заглушки. То есть нам по факту они здесь не нужны. Вы можете выделить зажатым шифтом оба элемента, и удаляем, они нам здесь не нужны. Подтверждаем действие. Нажимаем здесь на кнопку «Закачать», и выбираем «Дистрибутив Joomla с компьютера». Нажимаем на кнопку «Выбрать файл». Находим, куда вы на компьютер закачали последнюю версию движка Joomla. Выделяем и «Открыть». И «Окей». Нам нужно дождаться процесса закачки движка на хостинг. У меня уже закачался. Далее нам нужно распаковать данный архив с движком. Выделяем наш архив, и здесь нажимаем на кнопку «Извлечь». На этой странице ничего не делаем. Здесь у нас показана папка, куда будет распакован архив с нашим движком. Нажимаем здесь на кнопку «Окей». Итак, мы видим вот здесь вот вверху, это наш путь до нашего корневого каталога технического домена. Здесь мы видим структуру файлов и папок. Это распакованный движок Joomla. Здесь все нормально. Сам архив с Joomla, который мы только что распаковали, он нам здесь больше не нужен. Выделяем его и нажимаем на кнопку «Удалить». Подтверждаем действие. После этого мы идем в браузер и обращаемся к нашему домену. То есть у меня уже домен открыт. Обновляю страницу. И страница меняется. И мы видим с вами первую страницу установки движка на хостинг. Давайте произведем данную установку. Если вы сайт тестируете и также на тестовом домене размещаете Joomla, то эти поля вы можете заполнить пока временно. То есть особо не вникает там название сайта, title сайта, так как все эти поля вы сможете потом изменить уже в админке сайта Joomla. Поэтому название сайта я называю «Demo», «ML администратора», «Login», «Admin». Не забывайте, что логин, админ и легкий пароль очень легко доступны для хакеров. Поэтому на реальном сайте используйте какие-то уникальные данные, логины и сложный пароль. Придумываем пароль, подтвердить пароль. И нажимаем «Далее». На этом шаге нам нужно подключиться к базе данных. Но мы с вами базу данных еще не создали, поэтому эту вкладку мы не закрываем. Мы не закрываем, а оставляем ее открытой. Возвращаемся на страницу хостинга. Нам нужно создать так называемую базу данных. Для этого мы вот здесь влево видим «База данных». Нажимаем здесь. Видим, что здесь ничего у нас нет. Нажимаем на кнопку «Создать». Все поля, помеченные звездочкой, обязательны для заполнения, поэтому имя базы данных мы видим с вами, что у нас подставляется в начале префикс, и здесь можно дописать какое-то название английскими буквами. Ставится галочка, что у нас все хорошо. Движемся дальше. Имя пользователя я создам такое же. Пароль к базе данных лучше придумать сложный, поэтому здесь есть такая иконочка. Кликайте на эту иконочку, и система автоматически сгенерирует вам сложный пароль. И не забудьте куда-то сохранить его на блокнот. На всякий случай, вдруг он вам понадобится. Нам он понадобится, когда мы будем заполнять поля при подключении нашего сайта к базе данных. После этого мы нажимаем на кнопку «Ок». Видим здесь имя, адрес сервера «Localhost». Базу мы с вами создали. Возвращаемся на страницу установки базы данных. Соответственно, прямо отсюда можете скопировать целиком имя базы. Имя базы данных и имя пользователя у меня одинаковые, поэтому имя пользователя я проставляю здесь, и имя базы данных проставляю здесь. У меня оно такое же. Тот пароль, который вы только что создали к базе данных, его обязательно нужно проставить здесь. И имя сервера базы данных мы не трогаем, оставляем «Localhost». Нажимаем на кнопку «Далее». Если мы с вами все сделали верно, никаких ошибок мы не увидим. Итак, на этой странице что важно? Прокрутить чуть ниже, и вот здесь вот этот блок «Начальная проверка». Здесь у вас должно все светиться в положении «Да». Видите, как у меня. Это значит, что хостинг полностью отвечает всем требованиям движка Joomla. В остальном мы здесь нажимаем на кнопку «Установить». И нам нужно дождаться процесса установки. Вот у меня уже установка завершена. Почти все. Нам остается локализовать наш движок на русский язык. Для этого мы нажимаем на кнопку «Установить языковые пакеты». Здесь прокручиваем практически в самый низ. Выбираем язык Russia, русский, и нажимаем «Далее». На этом шаге нам нужно язык панель управления перевести в русский язык, поставить точку напротив, и язык сайта также поставить точку напротив русского языка. После этого мы нажимаем с вами на кнопку «Далее». Почти все. Нам остается удалить директорию инсталляции. То есть это папка в корне сайта, которая была нужна только для установки движка на хостинг. Сейчас она нам не нужна, поэтому мы нажимаем на эту оранжевую кнопку «Удалить директорию». После этого мы видим надпись на кнопке «Меняется». Директория инсталл успешно удалена. После этого мы можем нажать с вами панель управления, и мы видим с вами страницу авторизации уже в админке нашего сайта. У меня логин был админ, и пароль был. Вы проставляете также свой логин и пароль. И нажимаем на кнопку «Войти» уже непосредственно в админку нашего сайта Joomla. У нас практически все нормально, все хорошо, кроме одной ошибки, и это даже не ошибка, а предупреждение, что у нас на хостинге используется старая версия PHP. Нам нужно ее переключить на более современную. Зачем это нужно делать? Во-первых, с версии PHP 7 и выше сайт будет работать гораздо-гораздо быстрее, что важно. А второе – это избежание каких-либо ошибок. То есть у нас все готово, нам остается лишь переключить версию на нужную. Для этого мы с вами возвращаемся на хостинг. Вот здесь вот, где «ВВВ», вы переходите в PHP. Видим, что галочка светится напротив старой версии 5.6. Мы выбираем с вами 7.2, последнюю вот здесь. Ставим галочку. Действительно использовать нам, спрашивать система данные PHP? Мы говорим «Да». Подтверждаем действие «Окей». Все, переключили версию PHP. Возвращаемся в админку сайта. Обновляемся. Видим, что сообщение не исчезло. Возвращаемся с вами в «ВВВ». «ВВВ домены». Здесь два раза левой кнопкой мыши кликаем по домену. Вот смотрите, видите, здесь версия. У нас вроде мы выставили, а вот здесь версия все-таки старая стоит. Поэтому нам надо здесь зайти сюда. И вот здесь, где версия PHP. Выбрать также последнюю версию. И нажимаем «Окей». Видим, что здесь тоже версия теперь поменялась. Возвращаемся в админку нашего сайта. Обновляем страницу. Видим, что сообщение исчезло. Все в порядке. Можно перейти вот здесь вот по ссылке. Попасть на фронтальную часть сайта. Видим, что открылся сайт. Видим шаблон. И никаких ошибок нет. Я вас поздравляю. Мы с вами установили движок Joomla на хостинг. Возвращаемся в админку. Возвращаемся в админку. Возвращаемся в админку. Возвращаемся в админку. Возвращаемся в админку.